Дарья Вершилинка 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 Первая специальность пригодится в новом статусе, ведь ее главная задача – взаимодействие между гражданским населением и военным. Я считаю, что каждый человек хочет мира, где бы он ни находился, на какой территории. Страдают там люди не по своей вине. То есть это, вы знаете, насколько идет сейчас информационная война, поэтому немножечко доводить до них правду – это тоже входит в наши функциональные обязанности. Но в обязанности входит не только умение налаживать диалог, но и умение стрелять. Кроме обращения, с ручным противотанковым гранатометом тренируют стрельбу из автомата Калашникова и пистолета. Просто попасть по мишени, кучно, чтобы попасть в область торса или головы. Вот и основная задача. Анатолий Мозговой тоже заканчивает обучение на курсах. У него уже есть солидный боевой опыт. Был в составе миротворцев в Косово и воевал на Донбассе. Миротворческой миссии, говорит, и приобрел первый опыт работы с гражданским населением. Без диалога ничего не выйдет. Если мы будем давить с точки зрения силы, что мы, мол, такие классные, самая сильная в Европе армия, будем сейчас штурмовать, зачистки проводить – это глупо. Тем более, это наша земля. Курсы офицеров гражданско-военного сотрудничества длятся две недели. Лекции проводят опытные военные и представители Международного Красного Креста. На одном курсе учатся до 40 человек. По окончанию офицеры сдадут тесты и пройдут психологическую проверку. Офицеры проходят сейчас огневую подготовку. Потом у нас будет тактика специальная подготовка и тактическая медицина. Всё, что будет им, необходимо там, в районе проведения операции объединённых сил. У нас работают психологи, которые отмечают, может ли человек принимать участие в операции. После курса офицеров распределят в зону боевых действий. Ротация длится от трёх до шести месяцев. Виталий Бакуменко, Сергей Ильинский, ЮЭТ. Пишем вместе. Сегодня, в День украинской письменности, языка на волне украинского радио будет звучать диктант единства. Это будет уже 18-й диктант. В прошлом году его писали 29 тысяч человек. Ни одной ошибки не сделали 123 участника. Корреспондент ЮЭТВИ Тамара Каноненко в университете имени Тараса Шевченко. Сейчас там собрались школьники, студенты, деятели искусства. Тамара, расскажи, кто пришёл писать диктант и как к нему готовились и готовились ли вообще? Добрый день, Даша. Сейчас мы находимся перед аудиторией, где с минуты на минуту начнётся официальная часть. А уже в 11.30 вся Украина услышит весь текст диктанта. Пришли несколько десятков, даже, наверное, сотен разных украинцев. В основном это студенты, школьники. Также есть курсанты военных выше. Это и киевляне, и представители других городов Украины. Также очень много иностранцев. Это иностранные студенты, а также послы и дипломаты. Много тех, кто пришёл писать диктант впервые, есть и такие, для кого написание диктанта единства стало настоящей традицией. Люди приходят с семьями. Напомню, что диктант будет звучать сегодня онлайн, в эфире украинского радио, в эфире украинских телеканалов, а также в интернете. После написания своей работы можно отправить в редакцию украинского радио, где их проверят и, как уже говорила Даша, тем, кто не сделал ни одной ошибки, вручат специальные призы. Диктанты должны быть написаны только от руки, может это быть и также шрифт Брайля. Диктанты можно отправлять как традиционной почтой в виде письма, так и электронным письмом на e-mail адрес. Нам рассказали участники диктанта до его начала, что многие не готовились, но есть и такие, кто действительно повторял правила, читал предыдущие тексты диктантов, которые писали в прошлых годах. Но многие говорят, что для них главное не результат, как для спортсменов, а участие. Ведь не зря диктант называется диктантом единства, именно поэтому очень многие украинцы пришли сегодня сюда, в институт, и пишут его не у себя дома, а здесь, в аудитории, все вместе, для того, чтобы почувствовать особый дух. Мы пообщались со школьниками, с народными артистами, вот что они нам сказали. Я пришел писать этот диктант не для какого-то результата, а для того, чтобы поддержать эту акцию национального единства. Радиодиктант – это уже традиция в Украине, и я поэтому решил стать ее частью и присоединиться к этому коллективу знатоков украинского языка. Мы уже много лет пишем диктант с семьей. Очень приятно, что такая большая аудитория приобщается к этому празднику. Есть возможность проверить свою грамотность, но это не главное. Главное – момент единства. Напомню, диктант будет звучать по радио в 11.30, его могут писать украинцы, а также жители других стран, присоединиться к ним. И наша редакция, редакция UATV, там сейчас находится мой коллега, корреспондент Артем Хоменко, и он расскажет вам все подробности. Артем, как же готовятся наши журналисты? Расскажи, пожалуйста. Спасибо, Тамара. Мы находимся сейчас в нашем ньюсруме, в том месте, откуда мы рассказываем об Украине всему миру. Кроме украинской и русской редакции, у нас также работают английская, арабская и крымско-татарская. И все наши коллеги, пока готовят выпуск, они готовятся также и к грядущему диктанту, который наступит в 11.30. В том числе его будет писать и наш сотрудник, наш коллега Том Белл, он ведущий и редактор английской редакции. Сам Том из Англии. Том, расскажи, проводятся ли у вас такие общенациональные диктанты? У нас нету. Это первый раз. Это очень волнительно, но я думаю, все будет хорошо. Я тоже так думаю. О том, как наши коллеги напишут этот диктант, мы расскажем вам в сюжете в наших следующих выпусках. Студия. Артем, нужно смотреть, чтобы Том не списывал и чтобы в редакции ему никто не подсказывал. Хорошо? Это ЮИТВ новости. Об Украине больше на сайте канала юитв.ua. Заходите. Следующий выпуск новостей уже через два часа. Оставайтесь вместе с ЮИТВ и спасибо, что вам интересно. Украина! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова